В целях безопасности всеслужба экстренного реагирования округа переходит на усиленный вариант внесения службы. Актуальные правила безопасности. В преддверии приближающихся праздников расскажем о том, как обращаться с пиротехникой. Здравствуйте с обзором основных событий этого дня в студии Ирина Нижалова. В преддверии новогодних праздников всеслужбы экстренного реагирования перейдут на усиленный режим работы. МЧС, полиция, медики – все готовы к дежурствам и внештатным ситуациям. На усиленный вариант внесения службы переходит МЧС по Ненецкому округу. Напомню, в случае чрезвычайных происшествий жители и гости города и округа могут позвонить по прямым номерам экстренных оперативных служб. 01 или 101 для вызова пожарной службы, 02 или 102 для вызова полиции, 03 или 103 для вызова скорой помощи, 04 или 104 для вызова газовой службы. Или обратиться по единому номеру вызова экстренных служб 112. Телефон доверия Главного управления МЧС России по Ненецкому округу – 499-99. В праздники будут усиленные меры безопасности в округе. Управление готово к обеспечению общественного порядка, общественной безопасности в период проведения новогодних и рождественских празднований. Наряду с полицией МЧС готовы к праздникам и в системе здравоохранения. Так, в период новогодних каникул изменится и график работы медицинских учреждений. Женская консультация в новогодние праздники будет принимать только беременных. Взрослая поликлиника проведет прием пациентов 3 и 6 января. Врачи, терапевты и травматолог будут дежурить с 9 до 14 часов. Вызовить врача на дом в эти дни можно с 9 до 13 часов. Детский амбулаторный прием будет организован в поликлинике 31 декабря, 3 и 6 января. В канун Нового года педиатр проведет прием юных жителей Ненецкого округа с 10 до 12 часов. В январские дежурные дни с 10 до 13 часов. Кроме того, в каждые из этих дней родители смогут вызвать детского врача на дом с 9 до 12 часов. Жители Наринмара также смогут обратиться к зубному врачу окружной стоматологической поликлиники 2, 4 и 6 января с 10 до 13.30. В центральной районной поликлинике Заполярного района прием пациентов врачи проведут 4 января. С 9 до 12 часов там будут работать педиатр, терапевт, хирург, гинеколог и стоматолог, а также открыты рентген-кабинеты и лаборатория. В остальное время любую неотложную медицинскую помощь населению окажут дежурные службы. Единый номер для вызова экстренных служб – 112. Что касается социально значимых учреждений города и поселка искателей, обеспечивающих население лекарствами, их режим работы изменится незначительно. Центральная аптека города будет работать ежедневно, сократится лишь время работы с 10 до 19 часов. Лекарства по льготным рецептам и молочной смеси в центральной аптеке можно получить 3, 4 и 6 января с 10 до 17 часов. Все остальные подразделения Ненецкой фармации будут работать с 11 до 17 часов. Также жители поселка искателей смогут приобрести лекарства 3, 6 и 8 января. Аптечный пункт города в микрорайоне Качгард будет открыт со 2 по 8 января, а в поселке Лесозавод только 3 и 6 января. Жители сельских поселений смогут приобрести лекарства в местных аптечных пунктах в часы работы участковых больниц, амбулаторий и ФАПов. В преддверии приближающихся праздников россияне закупают не только продукты питания и подарки, но и пиротехнику – неотъемлемый атрибут Нового года. Для того, чтобы создать праздничное настроение себе и своим близким, удивить соседей и порадовать окружающих, люди покупают различные фонтаны, салюты, римские свечи, петарды. Самые безопасные, пожалуй, только хлопушки и бенгальские огни. Но даже с ними нужно соблюдать правила безопасности, иначе праздник может закончиться очень печально. О том, как не испортить его себе и окружающим, расскажем в материале выпуска. Пиротехника – довольно опасная забава. И в то же время сегодня трудно себе представить Новый год без фейерверков и петард. Все это лучше покупать в специализированных магазинах или отделах. При выборе пиротехники обратите внимание на упаковку. Она должна быть без повреждений. Также к изделию должна прилагаться инструкция на русском языке и сертификат безопасности. Следует обратить внимание на срок годности пиротехники. Впрок ее лучше не закупать. Дома хранить такие вещи опасно. А уж тем более запрещено использовать внутри помещений. Помните, любую пиротехнику, в том числе и бенгальские огни, нужно использовать только на улице. Подальше от автомобильных стоянок, деревянных строений, гаражей, а также линии электропередач. Следует избегать и массового скопления людей. А вот открытая площадка идеально подойдет. После того, как выбрали безопасное место, необходимо правильно установить пиротехнику. Это серьезное дело лучше доверить кому-нибудь из взрослых. Ни в коем случае детям не позволять ни устанавливать, ни тем более поджигать. То есть все это делают взрослые. Дети рядом, на безопасном расстоянии. Устанавливают, поджигают фитиль, приводят в действие пиротехнику только взрослые. Персонально к детям, если обратиться, то ни в коем случае не делать как минимум глупых поступков. Некоторые целятся друг в друга, некоторые пытаются из своих рук запустить ее, показывают, какие они смелые. Если нас дети смотрят, то ни в коем случае таких вещей делать нельзя. Если вдруг пиротехника не сработала, ни в коем случае не спешите подойти к ней ближе, а тем более взять в руки. Лучше выждать 5-10 минут, а затем аккуратно присыпать ее снегом. Помните, неосторожное и неправильное обращение с пиротехникой может привести к несчастным случаям. Об этом должны помнить и дети, и взрослые. Пиротехника в любом случае опасна, она может привести к пожару, может привести к травмам. Нужно быть максимально осторожным. То есть, например, если возле домов использовать, может там ракетница залететь в форточку, там у кого-то окошко открыто, может свободно залететь в форточку, там может кого-то травмировать внутри, может она взорваться, это большой тепловый импульс может привести к пожару. Много случаев разных можно привести. Мы решили узнать у наринмарцев, используют ли они пиротехнические изделия в праздники и знают ли о том, как с ними обращаться. Обязательно нужно соблюдать меры предосторожности. Возле домов нельзя, возле легко спламеняющихся объектов. Ну и вообще, чтобы детей маленьких рядом не было, чтобы никому не угрожало. А что бы вы хотели пожелать тем наринмарцам, которые будут использовать, может быть, впервые? Чтобы были осторожны, потому что многие жаловались, если были случаи поджогов, пожаров именно за пиротехники. Не хотелось бы новогоднюю ночь испортить. Скажите, пожалуйста, вы на Новый год используете пиротехнику? Нет, никогда уже, давно. Она, во-первых, дорогая очень стала. И зачем? Ну, вот и не бывает, как это называется. Да, во-во-во-во. Вот только и все. Не используют. Ну, что делать? Новый год, раз в год бывает, новогодний праздник. У меня, правда, собака боится, на улицу даже не выходит. А так нормально, пусть стреляет, да. Только лишь бы где-то в стороне, не рядом с домами, да. Чтоб на крыше не падало, чтоб еще и в окно, чтоб не прилетело. Мне говорили, что это опасно. И у меня друг использовал когда-то пиротехнику, и он учился в больнице. А что произошло? Ему обожгло лицо. Это было в Нурнмаре? Да. То есть после этого случая вы пиротехники очень устали? Чтобы несчастный случай не произошел с вами или с вашими близкими, а также чтобы не испортить праздник окружающим, используйте пиротехнику строго по назначению и с соблюдением элементарных требований безопасности. Тогда Новый год и Рождество оставят в памяти только хорошие воспоминания. Ирина Нежалова, Вадим Стасек, Владислав Носкин, Телеканал Север. 2017 год уже стоит на пороге. Чем украсить новогодний стол, как выбрать наряд и что подарить близким, расскажем через несколько минут. Совсем немного времени остается до встречи нового 2017 года. Праздничный новогодний вечер каждый из нас будет стараться провести как можно веселее и радостнее, ведь как Новый год встретишь, так его и проведешь. Как правильно встретить огненного петуха, чтобы грядущий год принес только счастье, удачу и гармонию, узнала Любовь Пермякова. Новый год – это время окунуться в сказку. А сказку можно сделать своими руками. Вот, например, оформить стол в стиле а-ля рус с хозяином русского стола самоваром, баранками, корзинками, а еще вот с такой сладостью – петушком. Ведь это не просто леденец, это еще и символ наступающего года. Чтобы символ наступающего года остался доволен и принес удачу, он обязательно должен быть на новогоднем столе. Это может быть не только леденец, пряник в виде петушка или печенья, но и элемент декора на скатертьях, салфетках, посуде или разнообразные фигурки – статуэтки из глины, стекла или фарфора. Если с прошлого года у вас остались свечи и нарядные подсвечники, то смело можете доставать их и в этом году, так как огненная тематика приветствуется. Что же касается цветовой гаммы, здесь нужно отдать предпочтение красному, розовому, оранжевому, золотистому или белому цвету. Вот такой стол, он достаточно классический, и продукты такие, которые наверняка есть у всех, и самый необходимый атрибут – шампанское в новогоднюю ночь. Красиво, достойно, свежо, ярко. И самый такой креативный, наверное, из этих столиков. Но он креативный, яркий, молодежный, веселый. Тоже тут интересные такие моменты из запасников домашних. Красиво, тоже бокалы сами сделали, да? Бокалы сами, да, у нас рукодельцы такие все. Очень просто, да. Не знаю, как эта техника называется, но очень просто. Кружево, вот ленточка атласная. И замечательно так получилось, да. А скатер, я так понимаю, тоже сами делали своими руками, да? Если я скажу, откуда это сари, это сари, сари из Индии, да. Поэтому вот такое вот оно получилось и необычно. Что же касается праздничного наряда, чтобы и гостей поразить, и хозяину 2017 года угодить, нужно быть в красном. А можно приобрести наряд бордового, алого и даже розового цвета. Эти правила касаются года красного огненного петуха. А он вступит в свои права 28 января 2017 года с наступлением китайского Нового года. Как встречали Новый год наши предки, мы и поинтересовались у сотрудников этнокультурного центра. В этот день на столе обязательно появлялись калачи. Это один из символов вот такого солнышка. Калачи пекли из белой муки. Хотя обычно ели хлеб ржаной, конечно, у нас и хлеб, когда он появился уже, да. Но калач всегда был из белой муки, старались его сделать. И не даром говорить, что даже калачом не заманишь, да. То есть вот если это что-то богатое считалось. Значит, не употребляли спиртное, чтобы не быть в охмелю в этот день. На Руси к Новому году готовили кутью со сливками. Пекли блины и стол был обильным. Считалось тогда, и весь будущий год будет в достатке. К Новому году в избах наводили чистоту. Мыли пол, натирали зеркала до блеска. Выбрасывали из дома всю разбитую, колотую или треснувшуюся посуду. Избавлялись от предметов, напоминающих о неприятностях минувшего года. А еще нужно было надеть новое платье. Считалось, что тогда много обновок будет и в течение года. Также в новогоднюю ночь гадали с петухом. Кстати, это гадание – одно из самых старинных, а в этом году и очень актуальное. Ровно в полночь по полу рассыпали зерна. Затем брали с нашества петуха, желательно черного, и пускали его в комнату. Если петух не клевал зерно, то год считался не очень удачный. А если пернатый с аппетитом уплетал угощение, то это сулило большую дачу. Наш местный символ года не подвел. А это значит, наступающий 2017 год в Ненинском округе будет счастливым. Вот только осталось подождать совсем немного. Любовь Пермякова, Вадим Стасюк, Владислав Носкин, Телеканал Север. Дворец культуры Арктика подготовил для жителей и гостей Наринмара насыщенную новогоднюю программу. Традиционное народное гуляние на площади Моросей состоится 1 января в час ночи. Одной из главных сенсаций новогодней ночи станет театрализованное шоу пародий «Рейс-2017». На новогоднем авиарейсе, который направится в город Н, соберутся только звезды и будут говорить о любви. Участников гуляния ожидают эксклюзивные музыкальные номера, необычные музыкальные тандемы, известные хиты, шутки, юмор, поздравления Деда Мороза и Снегурочки, мешок подарков и призов. Кульминацией станет гранд-фейерверк. Эстафету праздника подхватят творческие коллективы и исполнители Дворца культуры Арктика и Клуба созвездия поселка Искателей. Финалом станет новогодняя дискотека и хорошее настроение на весь предстоящий год. В новогоднюю ночь праздничное гуляние на площади Моросей начнется в час и продлится до пяти часов. С часу до двух пройдет театрализованное шоу «Пародия рейс-2017». С двух до двух десяти состоится новогоднее пиротехническое шоу. С двух десяти до трех с концертной программы выступят творческие коллективы и исполнители Дворца культуры Арктика и Клуба созвездия поселка Искателей. С трех до пяти утра всех желающих приглашают на праздничную новогоднюю дискотеку. Второго и четвертого января с десяти до тринадцати часов в фойе этнокультурного центра будет работать гостиная-мастерская «Рождественские хлопоты». На мастер-классах вы узнаете, какие блюда готовит в сочельник, как накрывается рождественский стол, как лепить из рожжаного теста обрядовое печенье поморские козули, разучите песни калятки. Вас научат правильно держать рождественскую звезду, познакомить с обрядом калядования. Третьего января музыканты концертного ансамбля Дворца культуры Арктика подарят зрителям необычайно эффектную программу «Операция И. Бемоль мажор 3». В концерте прозвучат мелодии самых популярных отечественных и зарубежных кинофильмов «Девчата», «Неуловимые мстители», «Новые приключения неуловимых», «Терминатор», «Пираты Карибского моря» и, конечно же, «Операция И. Другие приключения Шурика». Музыканты ансамбля познакомят зрителей с новыми фантастическими версиями известных мелодий телепередач, видеоигр и рекламы. Начало концерта в 17 часов. 3 и 5 января с 11 до 13 часов на уличной площадке Центра декоративно-прикладного творчества будет организована развлекательная программа «Под открытым небом» за полярное новогодие. Свой 20-летний творческий юбилей образцовый самодеятельный коллектив «Травушка» отметит концертной программой «Большой хоровод» 6 января в 17 часов в концертном зале Дворца культуры Арктика. В концерте примут участие все составы известного в округе детского коллектива, в том числе и самые маленькие ребята от трех лет. С поздравлениями и творческими номерами выступят и выпускники, многие из которых специально приедут на юбилей близкой сердцу «Травушки». Традиционный фольклорный праздник «Рождественская карусель» пройдет во Дворце культуры Арктика и на площади Маратсей 7 января. Праздник начнется в 11 часов в фойе первого этажа ДК «Арктика». Организаторы «Этнокультурный центр НАУ» приглашают к участию всех желающих. Участникам предлагается принять участие в праздничном шествии. Для этого необходимо изготовить вифлеемскую звезду и подготовить рождественское выступление. Также в программе праздника – рождественское представление, пение колядок, гадания, проделки ряженых, игры, хороводы, загадки викторины, сказочный грим и многое другое. 7 января на центральной площади Маратсей состоится рождественская ярмарка. Она пройдет в лучших русских традициях с полюбившимися всеми товарами – сладостями, мясными деликатесами, горячей выпечкой, игрушками, сувенирами, изделиями из меха, шерсти и кожи. Участниками ярмарки станут в основном сельхозпроизводители региона, которые торгуют мясом олениной, рыбой, молоком, ягодами и продукцией из них. В Наринмар со своим товаром приедут представители почти всех населенных пунктов НАУ. Известные мастерицы округа по традиции предложат посетителям ярмарки национальные сувениры и одежду – изделия из меха и кожи. Кроме еды и сувениров, на площади Маратсей выступят лучшие творческие коллективы, музыканты и танцоры. Будут организованы игровые площадки, проводятся веселые конкурсы и аттракционы. Можно будет прокатиться с ветерком на тройке с бубенцами, покататься с горок. Рождественская ярмарка пройдет на площади Маратсей 7 января с 12 до 15 часов. В канун предстоящих праздников мы вышли на улицы города, чтобы узнать у Наринмарцев, что они хотят пожелать своим близким, друзьям и всем жителям округа. Все жители нашего округа поздравляю с Новым годом, всем добра, здоровья, удачи во всех начинаниях, терпения. Поздравляю всех с Новым годом, счастья, здоровья, все было хорошо. Я поздравляю всех своих близких и родных с наступающим Новым годом, желаю им здоровья, крепкого, семейного счастья и благополучия. Наступает год огненного петуха. Мы переходим из эры рыб в эпоху водолея. Она более благоприятна для жителей. Так что всем пожелаем доброго.